Биотек USA. The Feeling of Success. Виктор Кондратьев. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Призер многих соревнований и просто сумасшедший чувак. Мы нашли его в инстаграме. Давайте смотреть. Виктор. Здорово. Очень рад видеть. Откуда ты? Я из Курска. Когда приехал? Зачем приехал? Приехал я в четверг вечером на УМО. Что это такое УМО? УМО – это метасмотр для спортсменов, которые находятся в сборной. Ты в сборной? Да. Сколько уже лет в сборной? Три или четыре года. Как пришла идея в инстаграме снимать вот эти вот конфузы, факапы и вот это всё? Как-то в Таганроге на споре сидел. Наверное, уже четвертую неделю. И делать вообще нечего было. Я пересматривал свои видео в телефоне. Листал и нашел, где она падает. Я заметил, что их там 3-4 видео было, где она падала на спину. Ну, я подумал, выложить. Думал, смешно будет. Но просто так, не прикольно выкладывать. Я смонтировал, вставил вот это в день два раза упражнение делать. День два раза. Вот это упражнение делать. Позвоночник не будет болеть. Ну, я залетел. Всем понравилось. Начали скидывать. Я думаю, блин, классно. Вот пишитесь обязательно на Виктора, а мы переходим к разминочке. Вить, как разминаешься? Как-то так. Ну, самое главное, спину надо закачать перед тренировкой. Вот, будем искать здесь. НЧК, где поделать. И колени. Колени, спина. Ну, для меня это самое главное. О, я вспоминаю эту штуку по выпуску с Александром Кравченко. Ужасная вещь. Виктор начал говорить о травмах. Какие самые сложные были? Самое сложное было шесть протрузий. Это в пояснично-крестцовом отделе. И две грыжки. Это благодаря твоим упражнениям? Спина не болела? Надеюсь, если бы я так не упражнялся, то травм было бы намного больше. Юра, что вам про челлендж говорили? То, что сто раз гиперэксензии. Без веса, да. Ты делаешь сто повторений без веса? Да. Сперед тренировкой и после. Это не шутка, да? Я один раз на спор сделал пятьдесят повторений. У меня потом неделя спина болела. Но, правда, у меня руки были за головой, и спина не повысилась. Как ощущения? Все, мы же домой идти. Мы потренировались. Юрбан решил попробовать этот челлендж на себе. Кто тебя тренирует сейчас? Нескород Феюрия Васильевича. Как долго? Четыринадцать лет. Подожди, ты сколько тренируешься? Четыринадцать лет. Четыринадцать лет занимаешься? Тебе-то сколько? А? А тебе сколько? Мне двадцать три. Считаешь? Тридцать я уже убью. Сыня останавливалась. Ведь лучшие достижения какие? Лучшие достижения бронзовый призер первенства России 2018-го, серебряный призер первенства России 2019-го, в двадцатом году баранка, шестьдесят двести начинал, и шестьдесят порвался второго подхода, двести вообще три подхода мимо. Бронзовый призер Кубка России. Считай почему тут? Пусть четыре раза. Я могу сказать, почему он так мало сделал. Ну как мало, нормально. Из-за того, что у него спина постоянно была в напряжении, и она быстрее, получается, устает. Где-то он и расслаблял внизу, то он взял больше. Ленивые, значит, гипероседия, да? И мы продолжаем. Ленивые гиперэкстензии от Риттера Кондратьева. Сегодня здесь, в Крокус Фитнес Первом. Семьдесят? Семь. У меня полотенчик хватит. Мне даже сорок хватит рядом. Встал, я говорю, еще делал, а он мне все вылазит. Я восстановил, начал вот это толкать, и все, сонку доделал. Доделал? Да. Не ведись, не ведись, и лет, не ведись. Так? И перед глазами все плывет. Акробатика. Сочетай. Так. В чем прикол? Виктор, объясни, в чем прикол упражнения? Прикол в углах, но у него шланга в пахе, если бы он чуть-чуть колени приподнял, положил вот здесь, колени выше, и они не дают тебе никуда, ни сюда, ни туда. Передавить надо. Прекрасная гибкость у этого атлетов. Начал говорить про лучшие результаты. Бронзовый призер Кубка России 2019 года. Нет, не 19, а 20. Бронзовый призер 21 на Кубке России. Ну и самое такое, запоминающее. На первенстве Европы в Бухаресте до 23 лет стал четвертым. Выступил там на 6 подходов удачно. Был вариант там попасть в тройку. Давитадзе есть такой грузин. На разминке травмировался. Все, он где-то на 160 на разминке упал. Ну и был вариант стать третьим. Подбежали к нему врачи, массажисты. Что-то мы там подшиманили. Его выносили на руках просто, на помосте. Реально выносили. Первый подход мимо у него. Второй подход 90, по-моему. Не, 85. Берет на грудь, 185. Толкает. Ставит 190, опять его выносит. Толкает, все, он третий. С чего наша тренировка начнется первое упражнение? Первое упражнение у нас будет на грудь плюс толчок, плюс приседание, плюс толчок. Продакт-плейсмент, без этого никуда. И напоминаю, что участвуете в конкурсах. Мой друг. Толчок. Приседание толчок. Да. Так ты швунгуешь? Швунгу, но не все. Это я пока разминаюсь. Из-за того, что в толчке в ножице, где толкает, если там большой вес предельный, поясница вот это вот делает. Ну, из-за этого травма спине. Но не все, не как китайцы. Не, не, не. Все тяжко. И гибкость нужна такая нормальная. А все-таки вот объясни, зачем делают все? Ты же знаешь, два раза вставать. В смысле? Ну, у кого-то ноги сильные, им без разницы сколько раз вставать. А у кого-то вот заточены, взять на грудь. И вот еще, кстати, из-за чего они все швунгуют. У них очень хорошая, уступающая работа. То есть они бах, тут ее ловят. И потом еще стою. У кого этого нет, они могут здесь ловить, как я. Как капс, я у Фадо. Закончилась моя жидкая магнезина. 90 кб comma с ан pin уца. 80 километров санта. Кто, мощ? Кто, мощ? Кто, мощ? Четырки. Кто, мощный? Они ко year чуть попали? А тебе легче, тебе ноги не надо собирать, да? Да, да. Толкнул, присел, толкнул. Сутка следующая. А твои лучшие результаты? Лучшие 160. 196. Со стоек толкал 210. Спринтов рвал 180. В Чехове 210 толкнул в Таганроге. Держи, держи. Говорят, у тебя лифтерские бинты. Да. Толстые, толстые, плотные. Не поле, не поломают. И бинты. Читер. Читер, да. Хорошее. Хорошее. я беру вот фига 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 вот так 110 мы становимся толкачами у нас уже какой выпуск подряд толчок а также моя тренировка рывковая где я разбираю свои ошибки в классическом рывке аккуратно Ау красава завелся а как из курска людей называют куряне 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 форта россии призер чемпионата мира европы давать и уже потравиться даем мастер класс спасибо за такие яркие как накидайте огня виктору в комментариях давай знаешь что сейчас поделаем толчковую тягу с тремя подрывами делал это ниже колен как думаю что дает эту праздник я думаю даже на усталости когда она тяжелая все равно бороться с ней подрывать все правильно паре рассуждать ну да по сути правильно но еще тут он дает мощность подрыва что-то когда там 3 похода сына и походишь те уже очень сил не тянешь и тянешь тянешь что-то подрывает а вот за счет это упражнение а тут даже тэп отрыва нет тут тупо вытягивание да типа да я понимаю что мне сейчас придется убить снова убить здесь почувствуй а то я типа бам а где назад тянет А вот это не надо, чтобы, наоборот, за вверх. По мячу поставим, да, и там на работу. В толчке он там подубился, зарядился. Все там выплеснуло, дотягивался. У меня осталось. Бензин кончился. Вить, ну а что молодежь использует для восстановления? Что можно? В основном сон. При нынешних у нас обстоятельствах сон, баня. Спортпит, аптеки. Спортпит. Я могу по себе сказать, что мне прям классно. Экдестерон, Монстерхал. Экдестерон, Трибулус, Элькарнитин. Нет, не Элькарнитин, креатин. И, ну, этот, протеин. Хотел сказать пропионат. Не, не надо. Трибун, креатин. Ха, 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 ха. Третья. Третья. Вот на завтра, я думаю, ты почувствуешь, как болят трапеции. А какие-то есть твои фирменные упражнения, которые только ты делаешь? Есть, конечно. Покажешь? Фирменные упражнения от Виктора Кандрайфера. И спина болеть не будет. И не будет болеть спина. Массаж протрузий. Значит, хорошо. Максимальный верх, сюда не кушал. Спина. Вот, Trump. Бак. Ага. Смотри. Это масло. Последнее, бля. Сейчас почувствовал. Ты держал ее, она у тебя вот плечи накрытые, все нормально. Что за полотенце такое? Где взял? Я прислал друг из Австралии. Он занимается... Полотенцами? Не, не полотенцами. Он спортивный инвентарь для тяжелатлетики, для физики. В 22 году он приедет в Россию. И будет запускать продаж. Окей, что мы собираемся делать? Какой следующий экзерсис? Сколько ты жмешь лучший результат? Ой, это вообще не коронное мы упражнение. Одно из двух. Вот вам и пожалуйста конкурс. Сколько жмет на раз максимальный результат Виктор Кондратьев? И тот, кто угадает, тот и получит. Что получит? Что-нибудь классное от Baitac USA и футболочка? От нас с Юрцом футболочка. Пишите, оставляйте комментарии. Сколько жмет Кондратьев? Витя, а что у тебя с учебой? Ты закончил сколько классов и куда пошел? У нас актуальная просто тема заканчивает одиннадцать. Это вообще классно. Я закончил один из классов. Сдавал ЕГЭ 8 предметов. Я 8 предметов. Я не знал куда поступать. Я все сдал. Там проходной бал какой-то. Но просто на сайт заходил все зеленые. То есть все сдал. И поступил в сельскохозяйственную академию. На кого? На инженера, чего-то там. Там что-то такое. И сбил. Отучился четыре года. Уехал на соревнования, на сборы. В тот момент, когда меня надо было зипол защищать. И все. И пошел я откуда? В Академию. Вот и сейчас я восстановился и учусь. Ну до очереди мне там осталось защитить как раз рекламу и все. То есть ты хорошо учился? Ну у меня троек не было. Представляешь? Ну в школе. В школе. У меня 11 троечек. Все мое. Подустал? Я подустал. Да. Но после толчка такого, это конечно жесть. Тяга тоже нелегкая была. Тяга тоже нелегкая была. Тяга будет так работать. У меня ногам хана. Я сейчас чувствую. Они все. Они говорят и травать. А штангистки жмет? А что штангисту может дать жемлет? Я больше не буду. Ничего. Зачем ты это делаешь? Хотя нет. Я сейчас точно скажу. Я не прав. Простите пожалуйста. Толчок от двунков. Груди дает импульс подачи штанги вверх. Акулу кстати жмет много. Тема привет. У нас кстати с ними есть видео на канале. Если вам интересно, то посмотрите. 160 сделал на 4. Вознялся. Да. Вить, что по поводу тренерской работы? Хотел бы? Думал? Учился? Ага. После академического... Нет, нет. Во время академического отпуска поступил я в КГУ. В Курский государственный университет. Там что-то повышение квалификации. Вот. И отучился на тренера. За сколько можно стать тренером? За 5 месяцев. Веришь в это? Нет, конечно. Но ты же мастер спорта. Ну вот те, кто... Да. Те, кто всю жизнь в этом могут, наверное. Но все равно. Нужно хоть что-то там из педагогии, психологии надо знать. На личном примере можно, конечно, показать там мастер спорта международного класса. А если человек ничем не занимался и потом... А бы как отучился, то тогда какой он тренер? Очень я давно не жал. Я очень давно не жал. Я очень давно не жал. Подстрахуйте его, пожалуйста. На рекорд. Человек идет на рекорд. Семьдесят килограммов на штанге. Только что он толкал 110 на 2. Я сниму. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну давай, Юрес, не опозорься. Сделай это. Пацаны в тебя верят. Пацаны, верьте в него. У него все получится. Так, вообще легко. Ой-ой-ой. Ну все, рекордсмен. Рекордсмен. Заработал вьетнамский суп Фобо. Мы потом пойдем есть Фобо. Он прибедняется. Я просто в шоке. Ну первый раз. Надо Лехи позвонить, похвастаться. Что дожмешь теперь больше Лехи. Лехи похвастаться, что жму больше него. Что? У него все равно сиски просечивают мои. Виктор. Скажи, какие у тебя мечты и цели на работе? Мечты? Мечты? Четыре олимпийских медалей. Нормальная мечта? Все в одной категории? Ну не знаю. Ну вообще хотелось бы прям со 109 на чай. Может быть там последние две олимпиады можно в плюсах. Не, а так что цель. Сейчас будет первенство России и там хорошо выступить. Без травм. Потому что травма конечно сбивается. Когда она будет? 5 июня, что там? 28... А нет. 28 июня. 5 июня, по-моему. Сдать пост в инстаграме? Естественно. Тогда мы ссылочку в описании оставим. 110 килограммов на штанг. Так, мы сейчас палимся, по-моему. Мы сейчас сдаем конкурс. Ну давайте, давайте, угадывайте. И подпишитесь, потому что впереди вас ждет много классной, полезной и интересной информации о тяжелой атлетике и силовых видах спорта. И колокольчик там обязательно поставьте. Мне кажется, это уже лишний кадр. Нет, давай, я в тебя верю. Сын, я в тебя верю. Давай, сделай. Дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау! Есть! Парень, ну что, сила растет? Нормально. Сила растет! Мониторы ближе и ближе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уже полгода обещаем. ну я полагаю что надо переходить к заминке а заминка это необходимая вещь заминка в конце тренировки нужно обязательно делать чтобы восстановиться к следующей тренировке вот и обязательно растяжку а то вы будете потом ходить три месяца с больной спиной коленями ногами лучше делать уделить там 10-15 минут хотя бы на эту растяжку добрано но зато будет все хорошо прекрасно мы сейчас будем растягивать ноги и поясницу чуть-чуть ложись на живот явно человек пояснил в каком-то нибудь полностью расслабься у него она вообще не тянется такое точнее просто там нечего тянуть она растянута если больно значит нормально это ведро да как это называется квадрите мы кстати можем рекламировать хлопья для завтраков пиво мы можем рекламировать как вы думаете вообще этично спортсменам рекламировать то что вредно как вы как вы считаете вот как например макгрегор рекламирует виски да тот же как бы мы его не уважали дуэйн джонсон скала рекламирует тыки и ничего и никто его собственно не ругает а наши если атлет выставит какую-нибудь рекламу чего-нибудь такого вредного то все считай похоронен ну так что думаете как квадры хоть день бы так пожить как говорит один наш знакомый хороший знакомый и пытайся вот эту часть прям расслабить ты сам научился или тебя тренинг я сходил отдал на 1000 рублей за то что он не просто показал упражнение которое мог найти в интернете вы видите как у него колени согнут еще может быть вы где-то видели когда растягиваются колени прямые если мы так наклонимся тянется задняя поверхность бедра она зачем это нам нужно можно конечно потянуть если на сильно , а так мы же хотим поясницу растянуть поэтому вот не надо колени как долго держать держать там 30 там 25-30 секунд а в идеале что пока не запищит я буду в тазе вот поясница расслабилась вот мне так будет делать ну и кстати про таракальный отдел ставочка такая бросать штамп в район таракального отдела то есть грудного чтобы прохрустеть его так прожимся ноги не так а вот берем за голову расслабляем спину и выдыхаем и там все прохрустело сам себе какая хорошая растяжка так даже можно сделать себе приятно девушка не нужна будет я думаю на этом можно закончить на сегодняшний выпуск Витя спасибо огромное что приехал к нам потренировался с нами и мы тебя узнали поближе вам спасибо за приглашение я думаю выпуск получился насыщенным ставьте лайки комментарии шоу ма фью пау